Мы на Барнаульской набережной, хотя были здесь не так давно, в эфир вышел сюжет о биотуалетах. Тогда были нарушены нормы Санпина. На кадрах нет бумаги, мыла и даже воды в умывальниках. Мы решили продолжить тему и запросили официальный ответ чиновников. Всего было пять вопросов. Первый, кто вообще занимается уборкой биотуалетов? Ответ такой, городская организация, которая в прямом подчинении у барнаульских чиновников. У нас была проблема, не хватало кадрового персонала, а именно уборка, уборщика в служебном помещении. Уборка на набережной уже началась? Да, в течение дня человек находится на своем рабочем месте. Туалетная бумага не пропадает? Не, а, он на том туалете пропадает. Здесь-то мы сидим, следим, а там, да, там и ломают. Вообще убираются здесь каждые два часа. Смена уборщика с 10 утра и до 9 часов вечера. Значит, минимум пять раз в день здесь наводят уборку. Сейчас здесь появилось даже мыло и вода. Вот, запускаем, все льется. Туалетная бумага тоже есть. И это, кстати, следующий вопрос. Сколько мэрия тратит на содержание всего этого? По финансированию порядка 300 тысяч. Но это не только на данные туалеты. Нам сказали так. 300 тысяч – это работа осенизаторов, закупка бумаги, жидкого мыла и средств для уборки. 300 тысяч – это сумма на полгода, то есть 50 тысяч рублей в месяц. Кстати, этот стенд мы показывали в прошлом сюжете. Здесь указана переработка вторсырья, раздельный сбор стекла и пластика. Этот вопрос мы тоже задали мэрии, чтобы узнать подробности. В прошлом году и ранее такие контейнеры были установлены, но сейчас мы ведем с ними переговоры, и они готовы установить данные контейнеры. А какая организация? Я человек новый, не готов сказать. Смотрите сами. На набережной 4 бака. Нет никаких наклеек, поэтому куда скидывать стекло, куда пластик, лично мне непонятно. Но мусор вывозят, и идет ли переработка – тоже неизвестно. И тут, наверное, важно перенять все-таки опыт других городов. У нас сейчас на связи бывший корреспондент телеканала «Толк» Андрей Дреер. Привет, расскажи и покажи, как правильно. Вот стоят баки за моей спиной. Какие-то для смешанных отходов, то есть для традиционного мусора, который вы сюда отправляете. И какие-то для вторсырья – стекло, пластик, бумага, металл. И вот этот контейнер специализированный сейчас не забрали, потому что его заберут в следующий заезд и, конечно, отправят на переработку. Все завязано на том, что в Московской области и Москве очень большое представительство перерабатывающих компаний. Конкуренция высокая, поэтому забирают много мусора и сортируют. Спасибо тебе, удача. Вообще благоустройство набережной продолжит. Например, будет высадка деревьев. И здесь интересно, что никакого конкурса или какой-либо конкуренции среди подрядчиков не будет. Всем будет заниматься одна организация, потому что любое задание – это задание от администрации. И тут, наверное, делать уже выводы вам. Анастасия Наборщиков, Владимир Быстревский. День с толком.